Эту и следующую неделю республиканские власти намерены заниматься ликвидацией последствий паводка и бороться с водной стихией. Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. С начала половодия потоплено 277 домов, около 1300 придомовых территорий и 27 дорог. Паводок еще находится в разгаре. Одно из самых сложных этапов мы, тем не менее, прошли, это ледоход и, соответственно, связаны с этим заторы. Наша главная задача будет быстро-быстро потом восстанавливать. Это касается и дорог, и линии электропередачи, и так далее, и чистки территорий. Кроме водной стихии в Башкирии борются и с огненной. На прошлой неделе зафиксированы первые 9 лесных пожаров. Их общая площадь составила около 16 гектаров. Очаги ликвидировали в течение первых суток. Кроме того, в республике произошло 255 загораний сухой травы. На территории республики с 17 апреля действует особый противопожарный режим. По данным синоптиков, до 25 апреля в республике осадки не ожидаются. Что приведет при несоблюдении требований введенного режима к росту загораний сухой травы. Нарушителей будут штрафовать. Зажигание мусора и растительности на территориях общего пользования с них могут взыскать от 500 рублей до 100 тысяч. Кроме половодия и пожаров, Хабирова волнует и вакцинация населения от коронавируса. Теперь этот вопрос под личный контроль берет администрация главы Башкирии. Я прошу наладить работу таким образом, чтобы каждый день, вот практически счетчик поставили, каждый день анализировали, что происходит, где проваливаемся или где успешные практики. И каждый день и нарастающим итогом шло. Потому что, что ту вакцину, которую мы сейчас получаем, понятно, мы ее раскидываем, здесь пока проблем нет. Но нам уже сказано, что мы будем большими объемами сейчас получать, поэтому, чтобы вакцина не простаивала. Чиновники будут еженедельно отчитываться главе Башкирии о ходе вакцинации населения. Он отметил, что в Салавате, Уфе и Училах прививочная кампания идет полным ходом. Хабиров призвал делиться этим опытом с отстающими муниципалитетами. А чем быстрее, коллеги, мы вакцинируемся, то гадать не будем. Будет третья волна, не будет третья волна, но мы в любом случае любые возможные негативные изменения примем более спокойно. Также глава Башкирия обратил внимание на уборку Уфы. Он отметил, что за зиму в городе скопилось много грязи и пыли. Это все нужно срочно вывозить. Я прошу коллеги, вот Уфу особенно я вижу, постоянно поливать, соответственно, мыть, мыть. К сожалению, дождей нет, у которой бы вот эту всю грязь зимнюю убрали. Но за это время, пожалуйста, все-таки вы побольше поливайте, очистите дороги, тротуары, потому что, чтобы люди видели, что пыли нет, потому что это и вред здоровью и так далее. Это вообще элемент чистоты. Кроме того, Хабиров сообщил, что в минувшие выходные ездил по городу вместе с экс-главой Минздрава России и руководителем федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. По его словам, она похвалила Уфу за чистоту. Руслан Нурешев, телеканал ЮТВ.